Всем привет! С вами Наташа. Рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня суббота и первый день, когда у нас идут дожди. Ночью шел дождь, сегодня похолодало. Ну так, ветер прохладненький, земля дождика требует. Как раз картошка на поле, может дай бог, пойдет в рост и все остальное. Чем я занималась? А я вчера занималась рамками. Мыла, чустрила, натягивала вот здесь проволоку. Все руки, правда, никакие. Дальше, здесь, который Игорь для меня купил, рамочки тоже проволоку натянула. В магазинчике ващину наващивала и ставила улья. Раи у меня полетели. Два роя поймала. Как? Один поймала, другой отсеивала. И в втором улье у меня, получается, пчелы сидели раевые, тянули маточники. Ну, это кто понимает. И мне пришлось их отсеивать, на покрывало всех скидывать. Вот, они в кучу сбились, там, где матка, которые оставались в ульях, хотели остаться, а не лететь. Они полетели в оставшийся улей. Поэтому у меня все ящики, все ловушечки, все заполнено пчелами. И мне надо было ехать, менять воск на ващину. И вот эти рамки все наващивать. Ну, буду еще наващивать, приклеивать к этим проволоке ващину. Видите, здесь у меня аккумулятор стоит. Так что работа еще предстоит. Вот, и, конечно, занималась пчелами, полола теплицу. Работы было полно. Весна, каждый день на счету. Ну, и сейчас потеплело, и в погребе тепло, поэтому надо было чуть-чуть картошки продать. У нас оставалась картошка, и я вот дала объявление, что порублю продам. Думала, домой будут приезжать, но так как мы сегодня ехали в город, менять ващину за продуктами, к маме заехали. Поэтому я людям сказала, что по дороге я завезу. Ну, не получилось по дороге, потому что вообще в другую часть города попросили, но уже не отказала. Вот, и поэтому сегодня был развоз картошки. Ну, заказали один человек 30 килограмм, другой 30, и еще одна женщина 10 килограмм. Так что сегодня немножко денежку заработали. Я, конечно, порублю это дешево, я так и сказала, что думала, приедут, у нас заберут. Ну, а так, картошка по рубль 40, ну и по рубль 20, смотрю. В магазине по рубль 40, неказистая. А мне еще, знаете, в комментариях, не в комментариях, получается, в вайбере пишут, а она у вас не вялая, а это, а выберите мне крупную и привезите мне домой. Меня вчера это так разозлило, мне вообще хотелось сказать, никуда я не повезу. Я и так, получается, по рублю продаю, и еще, получается, привези, и с таким вот, а может она у вас семенная, а может мелкая, и все. Тяжело мне, конечно, с людьми, особенно с такими, которые ковыряют. И так цена маленькая, как бы, ну, люди, как всегда, хотят, чтобы получше, и под дом привезли. Ну, я считаю, что здесь уже на уступки идут и везут. По фотографии все скинула, какая она начищена в кастрюльке, какая она в погребе у нас, борт целый тестографировала, там было все понятно. Ну, есть такие люди, которые вот любят поковырять. И мне тяжело, поэтому я говорю, я не люблю продавать, не люблю, когда вот в ателье индивидуальный паши, потому что есть такие, которые ковыряют и мозг выносят. Поэтому тяжело мне вот это все продавать. Поставила цену, как в магазине. Фотография есть, хочешь бери, хочешь нет. А когда начинают вот так выносить мозг, я этого не могу, не переношу. Так что вот так, сегодня немножко денежку заработали, поэтому съездили в магазин, купили продукты. Немного купили, но много заплатили. Поэтому сейчас вам засниму, что я купила. Спасибо, кто переживает, что с нами случилось. Ну, вот говорю, сейчас пора такая, что нет времени снимать. И на стрине сейчас у меня не было, потому что хотелось, чтобы пчелы носили мед. А у меня вот такая семья, одна семья. Я купила было две семьи, одна нормальная, другая роевая. И вот эта роевая у меня уже несколько лет, года уже, наверное, три, выносит мозг с этими роями. Я все с Игорем хожу и снимаю эти раи. А в этом году, получилось, к соседу прилетела, и он мне звонит в дверь и говорит, Наташа, твои пчелы что-то вытворяют у меня в саду. Ну, хорошо, что низко сели, Игоря не было, и я сама все это снимала. Конечно, нервничала, потому что надеялась, что будет мед. А они тут разлетелись, и думаю, куда их распределить. Вот это головная боль с этими роями. А так как у меня помощников нету, чтобы мне это все таскать, вечером приезжают, а уже не до пчел, уже уставшая, поэтому тоже злая немножко ходила, и поэтому видео о Ване снимала. А постоянно снимать огород уже, я думаю, вам надоело. А что, у меня в теплице пропал, прополка, на огороде я посадила кабачки здесь у себя, посадила перцы в горшок горькие отдельно, чтобы, если что, можно было на зиму забрать домой. Так, ну и к покупочкам. Ездили сегодня в этот, в грошек на, ну здесь возле нас, Красногвардейская, возле лейтенанта Рябцева, в том районе. Вот, что купила, сейчас покажу. Ну, вот такая небольшая покупочка. Даша построила, говорит, мам, что-то как-то маловато, не так, как всегда. Я говорю, ну что сделаешь? Вот, поменяла, получается, 2 килограмма 140 грамм у меня воска. Воск отменный был, такой желтенький. Мне так не хотелось его отдавать, если честно. Но выхода нет. Сама я ващину не сделаю. Ну и ващина меняется с доплаты. Доплатила 2,5 рубля, я думала, килограмм на килограмм, но меняют 920 грамм, вроде так, если я правильно запомнила, на килограмм воска, плюс еще 2,5 рубля за килограмм доплаты. Ну, поменяла, так что будет у меня, наверное, завтра буду наващивать эти рамочки, потому что сегодня уже поздно, сейчас что-нибудь приготовлю покушать и разберу вот это все. Так, сейчас пойду по чеку и вам зачитаю, какие у нас сейчас цены и что я купила. Так, у меня 2 июня, Антошке будет 22 года, день рождения, к нам приедет мама с Сергеем. Вот, поэтому купили минералочку, и сейчас и жара, пить хочется, но иногда хочется минералку. Поэтому упаковка минералки, бутылка, рубль на 5, 6 штучек здесь. Так, докупила еще кабачков, потому что разделила тот кусочек, где у меня была клубника, и посадила там патиссоны и кабачки вот эти F1, ну, классные, которые, говорят, завалят кабачками. Ну, и думала еще спаржевую фасоль посеять. И говорит, не на тебе спаржевую фасоль, но я бы ее посеяла, если бы я в магазине в Крошике нашла эти семена. Семена спаржевой фасольки не было, поэтому взяла еще кабачков, досажу. Уже будет тогда целая грядка и кабачки, и патиссоны, все в одном месте. Кабачки Аэронавт 10 штучек, 95 копеек, и грибовские по 75 копеек. Дальше, кондиционер для белья, самый дешевый у нас, 4 рубля 9 копеек. Я считаю, это он самый, наверное, дешевый. Так, ну, и Атошке будет рождение, и мы с мамой будем вино пить сладенькое, и мне захотелось. Полусладкое. Ну, вот, наверное, как когор, я не знаю. Я его ни разу не пробовала, я увидела, цена хорошая. В плане, что не дешевая, 12,99, 75 литров. Написано, разлив в Грузии. Так что, надеюсь, что оно хорошее. Вот так вот приближу вам, сфокусирую. Это кто разбирается. Ну, мы такое любим с мамой сладенькое, поэтому, думаю, уже не буду покупать что-то непонятное такое, знаете, с ароматизаторами, а хочется хорошего вина. Поэтому приедет мама и с мамой вина попьем. Яблочки. Яблоко красное, 2,69. Огурец гладкий. Там был и колючий, колючий немножко дороже был. А вот этот гладкий по 2 рубля 29 копеек. Дальше, бананы. Бананы дороговатые, 4,59. Но я сейчас взбиваю детям йогурты с молоком и с замороженными. У меня перетертая малина, клубника, эти абрикосы. И вот для того, чтобы он немножко такой более гуще стал, вот с абрикосом вообще получается густовато, а с клубничкой вот хорошо идет банан. Поэтому именно бананы купили для этого, чтобы йогурты делать. Зачем покупные, если можно с домашнего молока и со своими ягодами сделать йогурт. Так что у меня раз взбило полтора литра, и меня за вечер дети Игорь все выпивают. Да и я немножко. Так, дальше бумага туалетная мягенькую купили, потому что там были в рожеке брали, не, или в светофоре. Упаковка такой коричневая, она такая жесткая. Поэтому Маша говорит, мама, можно мягенькую? Я говорю, хорошо куплю. Ну здесь 6 штук, 3 рубля 49 копеек. Ну такие рулоны небольшие, но купила это чисто для нас девочек. Лук репчатый, дороговатый стал, 2 рубля 19 копеек. У меня закончился, ну зеленый лук не везде добавишь. А сейчас будут и шашлыки сделать, и так мне нравится, ну когда поджарить мясо и лука побольше. Или те же ленивые беляшики сделать, или, ну лук везде, короче, идет. Поэтому, ну купила, выбора нету. Дальше филе сельди. Ну это вот наша Санта-Бремор. Хоть эконом написано, но цены неэкономные уже. 400 грамм здесь, но это в общей массе. Рыбы здесь поменьше, 260 рыбы. 5 рублей 19 копеек. Дальше цыпленочек купила. Такой он небольшой. Я беру когда коротенькие ножки. Это значит курочка была. Вот так она получается выглядит. Видите, вот эта косточка коротенькая. Грудка широкенькая. Вот такая небольшая курочка. Ну пускай в холодильнике будут. Игорь говорит, у тебя столько мяса, свинины забиты. Я говорю, вот именно что свинины. Не всегда хочется свинину, а хочется и курочки. Тем более, что она была недорогая. 5 рублей 29 копеек. Вот эта курочка 6 рублей зависела. Дальше ферри бутылочка. Маленькая 3 рубля 99 копеек. Губки бытовые. Вот такие 5 штучек. 99 копеек. Рулет праздничный. Он куриный. Не знаю, там видно, не видно. Так, куриный. 5 рублей 69 копеек за 520 грамм. Кукурузка. У меня Даша любит так просто открыть и вот кушать, как гарнир. Рубль 89. Дальше. Сметана Брест-Литовск. 2 рубля 11 копеек. Это 380 грамм. Сыр для ролл. Я сижу, тут роллы нарисованы. Сначала думала, это просто как крем с ягодами. Но я увидела роллы. Поэтому, думаю, возьму. Хочется ролл накрутить. Здесь 500 грамм. 6 рублей 99 копеек. Дальше. Пряники имбирные. С начинкой. Шоколадный вкус. Попробуем. Увидела. Потрогала они такие мягенькие, нежные. Думаю, с молоком. Это ж обалдет. И с чаем. Очень вкусно. 5 рублей 99 копеек. За этот пакет получается 3 рубля 62 копейки. Хорошо. Шоколад Комунарка. Вкусный шоколад. Мне нравится. Элитный трюфельный. 200 грамм. 3 рубля 79 копеек. Так. Кукуруза. Печенье. Печенье. Чайный слодоч. Это вот это. 430 грамм. 2 рубля 79 копеек. Дальше. Крупа гречневая. Знаете, что я увидела, что гречка 900 грамм. Давно уже такого веса не было. И цена неплохая. 3 рубля 29 копеек. Вот. Поэтому взяла 2 пакета. Макароны. Щебекинские. Если я правильно называю. 450 грамм. Рубль 89. Рис крупный. Это для ролл. Для голубцов. Для плова. Я с таким все делаю. Рубль 59. Здесь 700 грамм. И вот такое печенье у меня любит Даша Мариерта. 2 рубля 69 копеек. Так. И маффины. 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 Вот. Маффины. 3 рубля 99 копеек. 450 грамм. Все. За это отдала около 100 рублей. 112 здесь написано. Доллар сейчас у нас немножко падает. Но в среднем 2 и 5. Переводите в свою валюту. Российский не знаю. У нас если что мы меняем доллары. Я вам уже давно говорила. Вот. И зарплата у меня как бы тоже была в долларах. Но уже зарплата у меня в несколько месяцев нет. Поэтому живем пока на белорусский. И на то что запаслись. Все. Вам спасибо что заходите. Не забывайте. Скучаете. Вот. Но сейчас много дел. Уже простите. Часто может не буду снимать. Это уже под настроение. Вот. Если все хорошо. У меня было настроение. Я такая взяла камеру. Думаю сейчас сниму. Что я готовлю. Такое меню себе определила. И тут сосед врывается. Говорит. Наташа иди там у тебя пчелы. Весь мой этот сад заполонили. И все. У меня день сорвался. И настроения никакого не было. А когда уже перестаешь снимать. Уже. И знаете. Тяжело взяться за камеру. Ну конечно. Когда вы мне пишете. Что скучаем. Куда пропало. Ждем видео. Каждый день заглядываем. И хочется уже для таких людей. Которые по мне скучают. Заснять. Рассказать. Как у нас дела. Так что. Надеюсь что у вас все хорошо. Всем здоровья. Мирного неба. Всего хорошего. Всем пока.